МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вопрос бюджета будущего года опять первый в повестках дня. Расходы на отходы, меры для улучшения положения на пехтулинской свалке. Что в итоге? Каким стал уходящий 2013-й для Чебоксар в интервью с главой города? Чем ближе новый финансовый год, тем жарче становится заседание постоянных комиссий городского собрания депутатов. Первым в повестках дня вопрос бюджета на 2014-й и плановые периоды 2015-го и 2016-го годов. Расходов предстоит опять больше, чем доходов. Бюджет на следующий год получился с дефицитом. Впрочем, уровень дефицита российского бюджетного законодательства не нарушает. В норму укладываемся. Основные параметры на 2014-й год у нас следующие. Доходы 5 миллиардов 895,5 миллионов рублей. Расходы 6 миллиардов 154,9 миллиона рублей. Дефицит 259,4 миллиона. Доходы у нас состоят, ну, вы знаете, из наших собственных доходов, это налоговые, неналоговые. Это сумма 3 миллиарда 166 миллионов. И безвозмездное поступление бюджетов других уровней. 2 миллиарда 728,9 миллиона. Кстати, отчасти обязанности городскую казну в 2014-м освободят. Правда, вместе с обязанностями лишатся чебоксары и части доходов. НДФЛ на следующий год процент отчислений в город снижается до 19% республикой. То есть было у нас 28%, но в связи с переходом выплаты зарплат в детских садах на республиканский бюджет, нам снимают НДФЛ до 19%. Исходя из оценки поступлений, это будет 1 миллиард 323,8 миллиона. В бюджете Чебоксар ЖКХ – одна из основных статей расходов. 10,1% от общего объема расходов или 622,7 миллиона рублей. В этом разделе у нас в том числе предусмотрены расходы на капитальный ремонт 44,7 миллиона, ремонт лифтов 40,3 миллиона, ремонт фасадов 10 миллионов, реконструкция системы электроснабжения домов 10 миллионов. Также предусмотрены расходы в рамках подпрограммы благоустройства 276,1 миллиона рублей. Сюда входит, вы знаете, уличное освещение, озеленение, уборка территорий, обустройство парковок, обустройство детских дворовых площадок, содержание незакрепленных территорий. Еще больше, примерно две трети бюджета планируют потратить на социальную сферу, образование, культуру и здравоохранение. В денежном эквиваленте это составит 4 миллиарда 100 миллионов рублей. Не останутся без внимания и такие вопросы, как переселение граждан из аварийного жилья и реализация проекта «Комфортное и доступное жилье». 30 миллионов выделят на строительство полигона твердых бытовых отходов. Более 7 миллионов предусмотрели на газификацию. Кроме того, продолжится строительство и реконструкция детских садов. Что ж, эти пункты вопросов и нареканий, судя по всему, не вызывают. Однако не все так просто. Тут же я вижу в разделе проектирование новых дорог 50 миллионов. Это вот что туда ходит? Это проектирование новых дорог в эту раскручную твердость. Это управление ЖКХ предоставляло расчеты, они говорят, что надо 100. Таких серьезных вложений требует проектирование не просто дорог, а 10 кольцевых развязок в городе. Они должны существенно разгрузить улицы. Начало строительства намечено на будущий год. Еще одна непростая статья бюджета – установка газовых счетчиков в муниципальных квартирах. С просьбой увеличить эту статью расходов обратилась прокуратура Чувашия. Наше управление ЖКХ сделало расчет, и они говорят, что там кроме вот этих 6300 рублей понадобится также проект делать на каждое оснащение счетчиком. Так как вы сами сказали, газ – это очень серьезный вопрос. И они оценивают расходы 8 тысяч рублей на одну квартиру. На 41 тысячу квартир получается 328 миллионов рублей. На сегодняшний день источников для выделения такой суммы мы не нашли. Как с этим быть, еще предстоит решить. Так или иначе, бюджет в течение года будет неоднократно уточняться. Специалисты предполагают, что конечная цифра приблизится к 8 миллиардам рублей. Миллион кубических метров мусора. Столько производит наш город, причем за один год. Большая его часть оказывается на так называемой Пехтулинской свалке. Только вот емкость свою она исчерпала еще 27 лет назад. Не решить, но снизить остроту проблем может специальная инвестиционная программа спецавтохозяйства. Этот вопрос также значился в повестках дня постоянных комиссий городского собрания. Переполнилась больше, чем в три раза, а высоту достигла недопустимых пределов. Рады такому положению дел на свалке рядом с деревней Пехтулина только птицы. Решить проблему должен полигон твердых бытовых отходов. Строительство его, конечно, идет, только вот конца и края пока не видно. Тем временем город продолжает выбрасывать мусор, а проблемы усугублятся. Вариант временного ее решения представили на заседании комиссии городского собрания. Наш вопрос связан с инвестиционной программой спецавтохозяйства для улучшения экологической ситуации на Пехтулинской свалке, которая, как мы все знаем, с 1964 года расположена. И, в принципе, ее надо уже подходить к тому, чтобы ее репультивировать. И так как она очень сильно выросла в высоту, и для улучшения экологической ситуации нам необходимо приобретение уплотняющего катка. Он позволит нам уменьшить возможность возникновения пожаров, улучшит ситуацию с выбросами все-таки и позволит уменьшить просто геометрические размеры этой свалки. Практика по другим городам показала то, что при существующей работе этой свалки за год использованные такой техники позволят уменьшить высоту примерно на 2 метра рабочих карт. На покупку необходимой техники предприятие потратит свои средства, а затем сможет их компенсировать за счет увеличения тарифов для всех, кто завозит на свалку мусор. Такова суть инвестиционной программы. Авторы уверяют, на кошельках жителей города это существенно не отразится. Та инвест-надбавка, которая нам утверждена или будет утверждена депутатами, это составит примерно, ну, в общих цифрах, не в процентах скажу, а примерно 3 копейки на квадратный метр. Первое – это даст. Улучшение экологической ситуации вообще на Пиктулинской свалке. Возможность сэкономить на последующие рекультивации для всего бюджета, а в итоге это для населения, да, мы являемся все платильщиками налогов. Ну и самое главное, чтобы не было ни пожара, ничего. Ну и на самом деле экология – это важнее всего для всех, да, у нас есть все дети. И то есть то, что сейчас не сделаем мы сейчас, это отразится на наших детях и на наших внуках. Кстати, свалка обслуживает два города – Чебоксары и Новочебоксарск. Для положительного решения инвест-программу должны утвердить депутаты не только ЧГСД, но и города Спутника. Думаю, многие из нас в канун года нового подводят итоги старого. Конечно, у каждого из нас они разные, однако у нас, чебоксарцев, есть нечто общее – это наш город. Каким 2013-й стал для Чебоксар, мы сегодня поговорим с главой города Леонидом Черкесовым. Леонид Ильич, здравствуйте. Я, конечно, понимаю, что в несколько минут сложно уложиться и рассказать, каким год стал для целого города. Остановимся на самом основном. Какие изменения вы считаете самыми такими значимыми для Чебоксар в 2013 году? Действительно, год 2013 для нас был стабильным. Серьезных аварий в инженерных сетях города не было. Горожане стабильно получали энергоресурсы. И для нас еще важно то, что начали работу фондом реформирования ЖКХ и получили грант 700 миллионов для развития инженерных сетей города. Для нас очень это важно. Следующий момент. Если мы говорим, что городе первоочередное внимание будем выделять детям, то идет процесс модернизации образования. У нас 11 школ города попали 500 лучших школ России. Одна школа, 3-й лицей попала 25 лучших школ России. Для нас, конечно, это важно. Важно не только, чтобы мы уделяем внимание для создания инфраструктуры, для организации образования. Но и важно, что идет модернизация самого учебного процесса. Но и мы здесь ставим перед учителями, что и про воспитательный процесс не забывать, и первоочередное внимание воспитанию наших детей обратить внимание. Следующее. Мы активно начали, и нас важно, это и переломным моментом был, это 13-й год. Мы сумели в этом году обеспечить всех нуждающихся детей с трех лет обеспечить детскими садами. Для нас это принципиально важно было. Такую задачу ставил перед нами глава республики Михаил Васильевич Игнатьев. Также перед нами еще в перспективе простоит большая задача. 1 сентября 2015 года всех нуждающихся детей с полутора лет обеспечить детскими садами. Для этого мы и в следующем году будем наращивать темпо строительства детских садов. Если в этом году мы сдали 5 детских садов, в следующем году планируем 9 детских садов в городе Чебоксары. И постепенно эту задачу решить. В продолжении достижений буквально недавно в середине декабря стало известно, что Чувашия признана лучшим регионом в развитии спорта. Я так понимаю, что такой чести региону доставится впервые. Как вы все-таки оцениваете вклад столицы в это достижение? Столица несомненно, конечно, тоже вносит свою лепту в достижения Чувашской республики. Мы последовательно из года в год шли к этому. Во-первых, комплексно мы решаем эту проблему. Начали во дворах устанавливаться спортивные площадки, уличные тренажеры. В школах мы начали модернизировать школьные стадионы. Если ближе к последние 2 года, 16 школьных стадионов мы модернизировали. В новых детских садах все детские сады сдаются с бассейнами, спортивными залами, современными. В школах начали ремонтировать спортивные залы, покупать инвентарь для занятий спортом для наших школьников. Ну и наши спортивные школы, конечно, в последней коже они тоже потянулись. Ну и мы говорим здесь горожане, я здесь хочу поблагодарить их за активное участие. Массовых акций спортивных мероприятий активно участие принимают. Мы стали, город Чебоксара попали в книгу рекордов России, книгу рекордов Европы. Приняли на самой массовой зарядке, зарядкой за звездой, которую мы проводили в день города. Более 28 тысяч горожан вышли на эту зарядку. Вот я думаю, что вот комплекс мер, который мы планируем. Но еще здесь хочется отметить, это Чебоксары выиграли право проведения командного чемпионата Европы по легкой атлетике в 2015 году. И Кубка мира по спортивной хайбе в 2016 и 2018 годах. Эти самые престижные мировые соревнования, соревнования Европы, которые будут проходить в Чебоксарах. Для нас тоже это важно. Тогда я продолжу говорить немножко о победах. Вы тоже выиграли в конкурсе на звание самого открытого главы муниципалитета. Вот это как удалось? Ну я здесь хочу поблагодарить депутатов городских, администрацию города за ту работу, которая проводилась в последние годы. У нас в городе начала работать программа «Открытый город». И активно в этом направлении и администрации, и депутаты работают. Я благодарю горожанам за понимание и поддержку во всех начинаниях, совместную работу. Это общая наша награда. И администрации, и депутатов городских, и жителей города. Я думаю, что это признание наших заслуг городских. Для жителей, да, что это означает, например, «Открытый город»? Это что, что данные в любой момент, да, в открытом доступе для горожан или? Во-первых, какие важные решения в городе мы принимаем? Мы принимаем после обсуждения с горожанами. Все руководители города, они отчитываются открыто перед горожанами, встречаются с жителями по микрорайону. И только так, согласованно с жителями, принимать решения, чтобы жители сами принять этих решений участвовали. Вот это и открытый город. И мы в этом направлении в последующие годы только активизируем работу. И все-таки город, структура такая очень сложная. Я думаю, не бывает так, чтобы все абсолютно удавалось и получалось. Вот что и запланировано на 2013 год, пока не удалось реализовать, и над чем еще предстоит поработать? Конечно, здесь нам тоже многое хочется сделать, но вот по каким-то обстоятельствам не получается. Я считаю, что в прошлом году нам не удалось тот объем, который мы запланировали по переселению горожан светового аварийного жилья. Перед нами стоит задача 2018 года в Чебоксарах переселить 286 аварийных домов. И в этом направлении мы будем активно работать. Тот объем, который мы не смогли сделать в 2013 году, нам предстоит наверстать в 2014 году. Нам предстоит еще активнее работать по строительству жилья эконом-класса. Чем больше мы будем строить жилье эконом-класса, тем больше вообще жилья строят. Конечно, цены на рост за стоимость квадратного метра мы должны удерживать. Не должны так они расти. Хотя мы на 13% в этом году жилья больше строим по сравнению к 2012 году, но, наверное, темпы они не достанутся. Они выше должны быть по строительству жилья. В первую очередь эконом-класса. Нам дальше же предстоит, чтобы все наши детишки с полутора лет должны быть обеспечены детскими садами. И в этом направлении 2014-2015 год предстоит активно поработать, чтобы всех нуждающихся обеспечить детскими садами. Еще больше хочется работы по капитальным ремонту многоквартирных домов. Конечно, мы начали работу фондом реформирования ЖКХ, но этого мало. На следующий год, конечно, планируем использование собственных средств жителей работать в этом направлении. По модернизации лифтового хозяйства у нас большая работа предстоит. Все больше и больше. Жидать лифтовых шаг в нас выходит на предельный срок эксплуатации у них выходит. И поэтому в этом направлении большая работа тоже предстоит. Вокруг чего всегда бывает много споров – это бюджет города. На 2014 год он сформирован, но его еще, видимо, предстоит уточнять, дополнять и так далее. И все-таки, если сравнивать с городской казной прошлого года, что здесь можно сказать? Ну, бюджет 2013 года для нас был стабильным, был бюджетом развития. На 2014 год, действительно, мы 24 декабря этот бюджет примем. Он тоже неплохой по сравнению с 2013 годом. Во-первых, он социально ориентирован. Около 70% бюджета будет в первую направлении в социальную сферу. Это и заработная плата, это и модернизация школ, строительство детских садов. Следующий момент – мы будем серьезные средства выделять для развития дорожной инфраструктуры, строительства дорог, реконструкции дорожных хозяйств, ремонта дворовых территорий. Но еще серьезная проблема – это парковки во дворах. Может быть, немного сбегаю вперед, но в 2019 году город будет праздновать юбилей грандиозный. Указ о праздновании 550-летия Чебоксар уже подписан Владимиром Путиным. Еще в прошлом году уже готовиться как-то начали? Действительно, перспективный план развития город ориентируется именно на 2019-2020 годы. Это празднование 550-летия столицы Чувашской республики и столетия Чувашской автономии. Вот к этому мы все планы наши сейчас ориентируемся на это. Готовиться к этому уже начали, заранее начали готовиться. Сейчас как раз именно интенсивная работа проходит, вставляются технические задания, вставляется проектно-сметная документация. Проектно-сметная документация проходит экспертизу. Мы контуемся как раз в 2016-2017-2018 годах, когда интенсивно средства будут выделяться с федерального, республиканского бюджета, городского бюджета на эти мероприятия. И мы, чтобы как раз в данный момент проходит черновая работа, невидимая работа, как раз составление вот этих документов, чтобы мы были готовы. И все те намеченные планы, все те объекты, которые планируются модернизировать в 2019-м году, это социальная сфера, учреждения культуры, инфраструктура города, инженерные сети, уличнодорожная сеть города, это набережная реки Волги, набережная залива, Красная площадь, парк 500-летие. Вот все те мероприятия, которые запланированы, чтобы мы могли вовремя в 2019-2020 году сдать и подготовиться к этим мероприятиям. Ну то есть, да, это будет не только праздничные 2019-2020 годы, да, все это останется в Чебоксарах. Конечно, это в первую очередь мы определили те мероприятия, которые позволят улучшить качество жизни горожан, облик города Чебоксара, чтобы туристически привлекательно было, привлекательно было для инвесторов. Ну и мы говорим, что город Чебоксар, город, где хочется жить, работать и любить, чтобы действительно он был таким городом. Ну и тогда напоследок, что бы вы хотели пожелать в следующем году Чебоксарам и Чебоксарцам? Накануне нового 2014 года Чебоксарам я хочу пожелать в первую очередь стабильности и развития. Действительно, чтобы город уверенно развивался вперед. Здоровья, благополучия, ну и любви. Это все, что мы хотели рассказать вам о местном самоуправлении не только сегодня, но и в этом году. С наступающим! До свидания! Субтитры подогнал «Симон»!